Друзья, всем привет, с вами Яков. И вот несколько часов назад компания GGG опубликовала анонс, дополнение, а также Лиги. И что касается дополнения, то тут, как говорится, нет слов. Мне это дополнение очень понравилось и о нем я расскажу чуть позже. Ну, во всяком случае, я поделюсь своими первыми впечатлениями. Но в этом ролике я в двух словах расскажу вам о предстоящей Лиге Возмездия. И что касается контента данной Лиги, то он предельно простой. То есть, когда мы будем фармить контент, а именно когда будем прокачиваться, то есть проходить сюжетку, фармить карты, то убивая противников, из них мы будем дропать артефакты. А вот в этих артефактах будут находиться новые уникальные свойства противников, которые, безусловно, будут их усиливать. И вот эти вот артефакты мы должны будем инкрустировать в статуи, которые будут находиться как в раклости, так и на картах. Кроме того, у этих артефактов также есть описание. Дополнительное описание, которое соответствует награде, которую мы в итоге можем получить, когда будем фармить данный контент. И как он фармится? То есть, как я сказал немножко выше, мы будем подходить к статуям, а в этих статуях будут томиться противники, монстры. И как только мы ее активируем, мы увидим 4 отсека. Ну и в эти отсеки мы должны помещать вот именно эти артефакты. Как только помещаем один артефакт, это значит, что наш противник будет получать данное свойство, которое его в свою очередь усилит. И когда мы этого противника победим, то мы получим награду, которая была в этом артефакте зашита. Это первая битва. Далее, когда мы будем путешествовать или по локации, или по карте, мы будем находить еще одну статую. В эту статую мы помещаем второй артефакт, который противника надеет еще одним свойством. А также мы будем знать награду, которую мы получим в результате этой битвы. И что касается этих наград, то с добавлением все нового и нового артефакта, после поражения противника, мы будем получать как новую награду от данного артефакта, так и награды от предыдущих артефактов. То есть, к примеру, если вы хотите поднять больше валюты, то первый артефакт вы должны использовать тот, который дает валюту, а далее или иные, или опять-таки те, которые тоже даруют валюту. Тут уже выбор будет игрока в зависимости от награды, которую он хочет получить, а также в зависимости от бонусов, которые будут усиливать противника. Потому что вполне возможно, эти бонусы будут не по сильной игроку, так что тут надо еще и планировать. Ну и как вы поняли, да, всего на карте будет 4 таких статуи, то есть нам предстоит 4 битвы. Так что, как вы видите, контент будет фармиться предельно просто, и это понятно. Почему? Потому что он, по сути, не должен нас отвлекать от фарма основного дополнения. Поэтому контент Лиги Возмездия не такой глобальный. Это не за чем. Глобальное вон дополнение. И о нем мы в следующем ролике с вами поговорим, если вам будет интересно. Но пока что вы думаете о контенте Лиги, пишите в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в фарме контента. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока.